В прошлом видео мы попробовали предположить решение дифференциального уравнения. В процессе решения мы начали с того, что это будет экспонента, и пришли к характеристическому уравнению, один из корней которого, изменяемый параметр собственная частота цепи, оказался комплексным. И вот таким получилось предполагаемое решение нашего дифференциального уравнения. Сейчас оно выглядит сложно, но обещаю, скоро мы его упростим. Итак, у нас есть два варианта решения для s, s1 и s2. Они равны плюс-минус j омега нулевое. И нам осталось найти еще один изменяемый параметр, амплитуду. В этом видео мы продолжим решать дифференциальное уравнение. Итак, вот наше предполагаемое решение. Как я уже говорил, оно выглядит очень сложным, но сейчас мы придем к очень важной формуле в электронике, и не только в ней, к так называемой формуле Эйлера. Эта формула поможет нам понять, что делать с получившимися комплексными показателями степеней. Я сейчас не буду ее выводить, а воспользуюсь готовым результатом. Формула Эйлера гласит, что e в степени jx равняется косинусу x плюс j на синус x. Это один из вариантов записи. Другой вариант. e в степени минус jx равно косинусу x минус j на синус x. Это очень полезная формула, поскольку слева у нее функция от комплексного аргумента, а справа практически обычная привычная нам запись комплексного числа. Косинус x — это некое число от минус единицы до единицы. Синус x — тоже некое число от минус единицы до единицы. То есть получается обычное комплексное число. Эта формула сильно облегчит нам жизнь при дальнейшем решении нашей LCCP. Теперь я вернусь к решению и перепишу его, воспользовавшись формулой Эйлера. Сначала получится большое выражение, но оно очень быстро упростится. Итак, i равно k1 умножить на e в степени плюс j омега нулевое t. Для этого воспользуемся первой формулой. Это равняется косинусу x. Это у нас омега нулевое t. Косинус омега нулевое t. Плюс j синус омега нулевое t. Теперь второе выражение. k2 умножить на… Теперь у нас в показателе минус j. В скобках это будет косинус омега нулевое t минус j синус омега нулевое t. У нас получился достаточно большой ответ. Давайте посмотрим, получится ли его упростить. Давайте приведем подобные слагаемые. Для начала сгруппируем все косинусы. Вот это слагаемое и вот это. А затем аналогично сгруппируем синусы. Итак, i равно… Общее у них косинус омега нулевое t. А коэффициент перед косинусом – k1 плюс k2. Дальше пишем плюс. Во втором случае общая часть у нас – синус омега нулевое t. А перед ним коэффициент j на k1. Но теперь в скобках будет минус k2. Итак, сила тока равна некоему числу, умноженному на косинус, плюс j умножить на некое другое число, умножить на синус. Эти коэффициенты перед тригонометрическими функциями – это некие произвольные константы. Первую я обозначу a1, а вторую обозначу a2. В ней я учту мнимую единицу. Она пусть равняется j умножить на k1 минус k2. И теперь еще раз перепишем наше предполагаемое решение. i равно a1 косинус омега нулевое t плюс a2 синус омега нулевое t. Отлично. Теперь я найду, чему равны эти коэффициенты a. А чтобы потом найти значения изначальных переменных k, я вернусь вот к этим выражениям. Найдя оба значения a, я смогу потом найти оба значения k. Итак, продолжим. Как нам найти a1 и a2? Для этого нужно вернуться к изначальным условиям. Как мы помним, в самом начале на конденсаторе у нас был некий заряд q. Это значит, на нем было некое напряжение – плюс или минус u нулевое. А начальная сила тока равнялась нулю. Вот такими были начальные условия. u от нуля равно u нулевое. И сила тока i в нулевой момент времени равна нулю. Эти два выражения помогут нам вычислить значения a1 и a2. Этим мы займемся в следующем видео. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.